Продолжение следует... 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 И вместо Калашова был поставлен не Таро, а Лаша Шушанашвили. А родной брат Лаши и Кахабер Шушанашвили был поставлен смотрящим по группировкам, которые действовали от лица кланов в Европе. Ситуация сложилась так, что Дед Хасан не учел Таро. Впрочем это было сделано специально, Аняни был влиятельной фигурой, и в любой момент мог заткнить Иусаяна. Поэтому по возможности, Дед Хасан сделал все, чтобы сместить Таро на третьей роли. На этой почве, Таро повздорил с Шушанашвили. Оба вора в законе обвинили друг друга в связи с словиками и нарушении воровских понятий. После этого тбилийские и кутаистские воровские кланы стали ярыми противниками. В клане Деда Хасана осталось немало именитых воров. К примеру, после своего возвращения из тюрьмы в США, к нему присоединился япончик, которому Саян помогал как финансово, так и административным ресурсам, который вор прикормил в свое время. Помимо япончика, клан представляли такие законники, как Дата Кутаистский, Васа Воскрес, Вагон, Алфасон, Дата Краснодарский, Мамука, Печуга, Чебурашка, Костяшрам, Гигальский и многие другие. У кутаистцев также было предостаточно именитых лидеров, среди которых такие воры в законе, как Мираб Сухумский, Рамас Дзниладзе, Кутаистский, Кухилава, Антик, Гиесван, Ахмед Сутулы, Тимоха Гомельский и еще с десяток грузинских воров в законе. Противостояние носило затяжной характер. Естественно, имея огромное влияние и тысячи боевиков, кланы не собирались сдаваться. Потери шли как людские, так и финансовые. Тогда Дед Хасан решил немного разнообразить способ нападения. И в апреле 2008 года он, Печуга и Пончик поставили под сомнение воровской статус аняни и его сторонников, Мираба Джангвиладзе, Александра Тимошенко и Дмитрия Галеева. Однако мириться с таким положением дел, кутаясь и не стали, и ответки развенчали лашу Руставского. Все это носило примитивный характер, так как стороны естественно не соглашались с решениями относительно друг друга. Осложнили эти решения, раз коронация их только положение смотрящих на тюрьмах. Когда именитые воры попадали в заключение, даже на непродолжительное время, с одной стороны, в тюрьме их не должны были принимать как воров в законе. С другой стороны, смотрящие понимали, что это конфронтация кланов, и решения о лишении статуса вынесены только противоборствующей стороной. Многие смотрящие в то время добровольно отказывались от своих полномочий, чтобы не попасть в мясорубку, отстаивая интересы одного клана против другого. Вот заехал на матроску, матросская тишина, один из воров, известный наверное всем, говорит собеседник. За несколько часов до этого пришла малява Длиссов, не считать его вором, и при попадании в камеру поступить соответственно, так как он крыса. Прямым текстом так и было, но как мы можем так поступить? Он лидер, его поддерживает Кутаисса, да и ведет он себя подобающе вору. То есть тронем его, блатные сразу попадут. А не тронем, будет серьезная претензия от тех, кто эту маляву подписал. Мы как меж двух огней папали с их разборками. Мы то понимаем, что человек вор, а малява это просто способ убрать сильную личность конкурентами. Как поступить смотрящему? Созвать внутренний сходняк в тюрьме, чтобы все обсудить и не наломать дров? А смысл? За тюрьму же все решили в этой маляве за подписью людей. Вот смотрящие оказывались от своих полномочий. Зря они так людей втянули в свои разборки. Люди то за тюрьмой смотрят, их нельзя трогать таким способом, вовлекая в свои личные разборки. Естественно, что законники и умные люди, иначе бы не добились того, чего имеют, лавируя каждый раз между свободой и заключением. Поэтому Таро решил собрать общий сходняк, чтобы переговорить с тбилистцами и прийти к какому-то консенсусу. Сходка должна была состояться в 2008 году на теплоходе на Пироговском водохранилище. Однако главные гости в лице деда Хасан и Япончика туда не пришли. Вместо них на теплоход нагрянул спецназ и задержал всех участников воровского толковища. После этого конфликт обострился еще сильнее. В ноябре 2008 на приближенного Таро коммерсанта Георгия, Царцвадзе в Москве было совершено покушение. Нападавшие расстреляли бизнесмены из окна автомобиля и скрылись с места происшествия. Царцвадзе получил огнестрельное ранение грудной клетки, брюшной полости и бедра, однако ему удалось выжить. Правда, после этого он навсегда остался прикован к инвалидному креслу. Царцвадзе управлял легальным бизнесом Аняна, был на короткой ноге с тогдашним мэром столицы Юрием Лужковым и некоторое время занимал должность советника посольства Грузии в РФ. На следующий год на западе Москвы был застрелен представителю Саяновского клана, уроженец Сочи Олег Минолян, известный в криминальных кругах как Олег Сочинский. Следом за ним, вор в законе Андрей Голубев по прозвищу Скиф и авторитет Александр Корсаков. Корсак. Правда, есть мнение, что это могли быть и внутриклановые разборки, Миноляна подозревали в растраты общака, а Голубев и Корсаков могли пасть жертвами войны с Уралмышевскими. Тем не менее, за этим последовало одно из самых громких преступлений в новой истории криминальной России. 28 июля 2009 года в Москве на выходе из ресторана «Тайский слон» на Хорошевском шоссе в живот был ранен Япончик. Сам Аняни к тому моменту был задержан и арестован по обвинению в похищении грузинского бизнесмена. Адвокаты предлагали за его освобождение 15 миллионов рублей, но суд оставил его под стражей. Видя такой оборот дела, дед Хасан экстренно собирает сходку из более 30 воров прямо в матросской тишине, где составляется прогон на полном развенчании Таро. Свою последнюю подпись ставит Япончик, умерший спустя несколько месяцев после этого от Перетонита. 18 марта 2010 года во французском Марселе Киллера с третьей попытки достаются ратниками раба Сухумского, вора в законе Владимира Джанашию. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался в одной из городских больниц. СМИ отмечали, что в последний месяц Лада находился на садном положении, поскольку охота за ним началась практически сразу после покушения на Япончика. По данным испанских следователей, за устранением Лада стояли люди Кахабера Шушанашвили. 10 мая 2010 года в Греции был застрелен Малхаза Ките по прозвищу Махония, которого считали вероятным организатором покушения на Иванькова. А спустя две недели там же неожиданно умер вор в законе Лаврентий Чалакидис, Лево Ставропольский, или Лево Грек. Он был соратником Япончика и другом деда Хасана. Причиной смерти криминального авторитета стал оторвавшийся тромб. Однако в эту версию поверили не все. Этот авторитет помог переезду в Грецию нескольких влиятельных представителей криминального мира, в том числе Лаши Шушанашвили. Кроме того, Чалакидис управлял несколькими бригадами киллеров, которые занимались устранением представителей клана Аняни. В июле 2010 года Тариела Аняни осудили на 10 лет, вследствие чего многие стали считать, что противостояние деду Хасану он проиграл. Однако вскоре стало понятно, что это мнение было ошибочным. 16 сентября того же года в Москве было совершено покушение на самого Саяна. Киллер Паджи дал вора в законе возле дома его сына на Дарине Тверской улице. Авторитет получил три огнестрельных ранения в живот, однако выжил. Параллельно с этим клана Аняни начинает осуществлять попытки восстановления его воровского статуса. Мераб Сухумский с помощью своего брата Ливона, проживающего в Тбилиси, провел переговоры с крайне уважаемым 85-летним законником Георгием Чайковани, единственным из воров, остававшимся тогда в Грузии на свободе, чьи решения беспрекословно принимались другими лидерами криминального мира. Братья Джанги Владзи попросили Чайковани рассудить ситуацию, возникшую с Аняни. И тот встал на их сторону, в результате чего в 2011 году, в то время когда Аняни находился в Кемеровском исправительном колонии 29, на свет появилось новое послание для тюрем, в котором воровские полномочия Таро восстанавливались. А кроме того, вводился мораторий на коронацию ставленников Усаяна. Помимо самого Гоги прогон подписали несколько десятков криминальных генералов, в том числе старейшины криминального мира Амиран Эбролидзе, Амиран Ланчхудский и гурман Чикаберидзе, Чика. Также свои автографы под посланием поставили Мираб Сукумский, Тимоха Гомельский, Ахмед Сутулы, Джамал Хачидзе, позже переметнувшись на сторону Деда Хасана и многие другие. Война продолжалась. В августе 2011 года в одном из баров Бельгии по приказу Мираба Сухумского были жестоко избиты и получили множественные ножевые ранения. Родственник Калашова вор в законе Давид Азманов, дата Краснодарский, и авторитет Роман Манукян, входивший в клан Деда Хасана. А в Москве в собственном автомобиле был убит подполковник МВД Томазо Брай по кличке Томазик, являющийся главным связующим звеном между МВД и Дедом Хасаном. Этот земляк у Саяна, Брай родился в Тбилиси в семье курдов-язидов. Служил в межрегиональном центре по охране перевозимого имущества главного управления вне ведомственной охраны МВД и нередко захаживал в штаб-квартиру Саяна. В свою очередь, вернувшийся в 2011 году из Америки вор в законе Бадрика Гуашвили, Бадрик Утаиский, пытался инициировать новую сходку с участием Деда Хасана, на которой бы тот смог объяснить свой конфликт с Аняне, а также недавнюю коронацию сразу пяти человек, которая якобы прошла с нарушением установленной процедуры. Однако вместо этого старательно избегающий подобных сборищ еще с середины 90-х Усаян подослал к Бадре разобраться новоиспеченного чеченского законника Гелани Седова. А вскоре Куашвили и вовсе попал в Бутырку, где вслед за этим прошел прогон и его развенчание без всяких на то оснований. Свои подписи под Малявой поставили такие подконтрольные Усаяну Лоры, как Гелы и Гиза Кордавы, Шамиль Смолянский, Гиегальский, Дуяке, Ролан Шляпа и другие. В апреле 2012 года в Москве был застрелен авторитет Эльгард Жабраилов, отвечавший в клане Хасана за контакты с определенными людьми в спецслужбах и правоохранительных структурах. Также он был смотрящим за рынками и овощными базами Москвы. Наконец конфликт достиг своего пика и, по данным итальянской полиции, в сентябре 2012 года Мираб Сухумский, представители других кланов, также враждовавшие с дедом Хасаном, Равшин Джаниев, Равшин Лин Каранский, Джамал Микеладзе, Джемма и участвующие в беседе по телефону о няне, договорились ликвидировать Аслан Усаяна. 16 января 2013 года во дворе ресторана Старый Файтон, расположенного во флигеле Центрального дома литераторов, Большая Никитская улица, 55, Усаян получил смертельное ранение в голову, после чего скончался в реанимации Боткинской больницы. В 2010 году Грузия подала в Миниуст Испании запрос о выдаче Захария Калашова для уголовного преследования. На родине он был заочно приговорен к 18 годам тюремного заключения за похищение человека и организацию незаконного вооруженного формирования. В октябре 2014 испанский суд решил, что вместо экстрадиции в Грузию законник будет выдворен в Россию. Причина этого окончательно не ясна, но по одной из версий, таким образом испанцы отблагодарили российских правоохранителей, пообещавших помощь в раскрытии преступного сообщества в Испании. Еще более удивительно то, что по прибытии в Россию Калашов не отправился досиживать свой срок, а был отпущен после непродолжительной беседы с целовеками. Возвращаясь в Россию, едва ли Калашов жаждал крови своих врагов. Скорее даже наоборот, он предпринял ряд шагов, чтобы замерить всех противников и выступить неким гарантом их безопасности в обмен на всеобщие признания. Первым делом, в 2015 году, он лишил воровского статуса сразу дюжину законников, а затем на крупные сходки в Ереване наложил бессрочный запрет на пополнение разрозненных воровских семейств за счет новых коронаций, чем ослабил их положение. Тем не менее войны окрепнувших за время отсутствия шакра молодого кланов продолжились. Самый яркий пример – вражда законников Надира Салифова и Ровшина Джанева, приведшая в итоге к гибели в 2016 году последнего. Впрочем, тогда это никак не отразилось на укреплении позиции самого шакра, чего не скажешь о нынешней ситуации. Теперь Гули, пользующийся огромным авторитетом среди азербайджанской диаспоры, активно проявляет себя не только в России, но и на Украине, в Турции и странах Европы. Из-за чего уже нажил себе новых врагов. В лице чеченцев, законника Азиза Батукаева и авторитета, бывшего европейского партнера Ровшина Ленкаранского, Хамзата Гастамирова и известного как «Шейх Хамзат». Их представители регулярно угрожают Гули и провоцируют на вооруженное противостояние. Если к ним прибавить еще одного чеченского вора в законе Ахмеда Домбаева, который должен скоро освободиться, то может получиться новая весьма влиятельная сила. Сам Жигули пока не спешит вступать в какие-либо коалиции с проживающими в Турции, где после освобождения находится и сам Салифов. Членами Мегрельского клана братьями Кардавон держатся на расстоянии, позволяя себе редкие общения лишь с Мегрельским Аксакалом Мирабом Мзарелуа, Дуяке. Это несмотря на то, что при их участии был коронован брат Салифов Намик. В начале года он также принимал у себя в доме греческую делегацию в лице убитого недавно Гайоза Звиададзе, Изалам Ихару Блидзе. Встреча прошла в теплой душевной обстановке, но не более того, не идет на сближение он и Аз, казалось бы, самым выгодным для себя союзником, Мирабом Джангреладзе. После своего освобождения из итальянского ареста в апреле 2016 года тот тоже переехал в Турцию. Однако, по некоторым данным, их партнерству помешали подозрения Гули, что готовившееся на него прошлогоднее покушение не обошлось без Мираба Сухунского. По крайней мере, сторонники Салифова полагают, что Джангреладзе мог знать о нем. Впрочем, в последнее время редкое покушение на какого-либо законника за границей не связывают с Мирабом Сухунским. Взять хотя бы недавнее убийство Гии Кутаиского, близкого к Шуша Анашвили, которое могло стать ответом Джангреладзе на переход к нему его сторонников, Георгия Нижарадзе и Гачи Алпайдзе. В то же время разговоры об этом, даже если они ничем не обоснованы, могут свидетельствовать о том, что средства для силового решения каких-либо проблем у Джангреладзе имеются. Не будем забывать, что в 2012-2013 годах он стал крестным для более 20 воров. Укрепить позиции Тару могли бы и освобождающиеся в этом году Кутаисы Бадрика Гуашвили и Рамас Дзниладзе. Правда, несмотря на авторитет, едва ли они выступят против шакры молодого, которым обязаны восстановлением своих воровских статусов. Стоит также принимать во внимание то, что помимо общепризнанных врагов у последователей клана Усаяна всегда существовали и другие, все это время держащиеся в стороне и не заявляющие открыто о своих претензиях на главный воровской трон, но в то же время обладающие достаточной силой для влияния на ситуацию. Ну и самое главное, так уж повелось, но стать номером один в криминальном мире России может лишь законник, находящийся на территории страны и при этом на свободе. А положение многих из вышеписанных воровских тяжеловесов к этому не предрасполагает. Российское гражданство Джанг Виладзе было признано незаконным, когда он еще был в Италии. Кроме того, ему запретили въезд в страну. Шушанашвили также был лишен российского гражданства в 2005, по другим данным, в 2008 году. Теоретически прибыть в страну он может, однако, по данным некоторых источников, как только Лоша пересечет границу, он окажется под стражей. К тому же сейчас, насколько известно, Шушанашвили сам переживает не лучшие времена. Два дня назад он был задержан вместе с другими ворами в законе В. Местные спецслужбы там начали операцию под кодовым названием Чаутаси Нормандия. Вместе с ним задержали 14 человек, в том числе и вора в законе. Мирапа Асанидзе, он же Чикора, и Нодар Шукакидзе, он же Нода Голданский, на которых выданы европейские ордеры на арест из Франции, куда они будут депортированы в ближайшее время. Впрочем, к самому Шушанашвили и Асанидзе у спецслужб пока вопросов не вызвано, так как только им не выдвинуто никаких обвинений. Гулей же находится в розыске и заочно арестован в России по обвинению в вымогательстве и организации похищения людей. Так что, путем исключения, остается лишь Таро. Если только от него самого не захотят избавиться российские силовики. Впрочем, по данным нашего источника, Аняни всерьез нацелился на воровской Олимп, и с большой долей вероятности ему удастся его занять. А раз так, то ждать каких-либо действий от него осталось недолго.